Привет, привет, ребят! Меня зовут Вадим Лозицкий. По-прежнему мой канал рыбалки CypressBuzzGuide. Сегодня у нас ноябрьская, отличная погода. Октябрьская, ноябрьская, они все дни одинаковые, в плане того, что эти супер светит солнышко, пахнет лесом, прекрасное настроение. Сегодня вот с напарником я не один буду ловить, а мы вдвоем решили поупираться в одну технику, лайтово. Хотим попробовать какой будет результат, если буквально проловить весь день неогруженной, полуогруженной резиной. Ну и в конце, я смотрю, водичка упала, в конце. Хотим, конечно же, половить на попер. Вот, вода очень-очень сильно падает. Здесь прямо спускают неделю, сейчас практически по метру. Вот я смотрю, видите, грязь кругом. Нужно посмотреть. Вода спала. Вода, конечно, да, они спускают. Да, она мутная, грязная. Поэтому как раз проверим, будет он на точках, не будет на точках, будет очень интересно, как себя бас ведет, когда вода резко падает. Поэтому много акшена, чисто рыбалкой, ничего лишнего. Вот первый забросик, не успел даже заснять. Нормальный басик, а я стою, а я стою на скале. Так, походу я его буду сейчас это, сейчас я его буду парковать. Хороший басик. Да, о-о-о. Да, сейчас мне надо выходить сюда. Потому что я вот так, чуть-чуть, Владимир, давайте. Он зашел за скалу, придется выводить. Да, хороший басик. Такой размерчик. А? Сейчас я выпускаю. Подожди. Сейчас я его вдоль скалы сейчас веду. Не, иди туда, я выпускаю. Все, прохожу. Прохожу. Вот наша. Я его так прямо веду. Есть. Веду, 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 веду. Так, о, отлично. Причем я бросил сдалека. Да, на килограммчик, а может и больше. Солидная рыбка. О-о-о. Неогрузочка сработала, спасибо. Очень уверенная, хорошая поклевка, кстати. Фу. О, красавчик. Да, все включено, все снимается. Сейчас мы тоже снимаем. Вот. Да, вот такой сразу первый забросик. Как раз я тут рассказывал Владимиру насчет техники. Мы вместе это показывали. И вот как раз неогрузки я рассказал, что можно бросать и близко, и далеко. И как раз бросил далеко. Два ударчика. Такой парнишка делает наше начало прекрасный солнечный день. Так, ну что, фотками выпускаем, да? Все как обычно. Все по традиции. Красавчик. Так, парнишку вроде бы отфоткали. Пора время отпускать его. Ну, здесь водичка чуть-чуть посветлее. Оп. Давай. Давай, парнига. Класс. Спасибо, дорогой. Спасибо. Такой сейчас ветер. Горный. Прохладненький. Прямо такой приятный ветер. Ну, на фоне солнца очень хорошо. Сейчас вот Владимира была поклевка тоже. Я переместился здесь. Хочу вот это место попробовать. Я очень хорошо знаю эти места, поэтому вот стараюсь бросать в русло. Проверите, есть ли он здесь или нет. Недалеко. Прямо вот. Могу здесь застопорился. Так, метров 12-13 просто. Берега. Вот этот предыдущий хороший бас именно взял, когда приманка опускалась на дно. Вот, то есть опустилась уже на дно. То есть он взял со дна. Он упал. Приманка пустилась на дно. Я подыграл. Два удара. И очень хорошо. Сряд прям два удара и пошел. Ну, пока поработаем. Хотели как раз проверить эту точку. На самом деле собирались дальше идти. А тут вот я один заброс сделал, второй. Такой приятный басик. Пока я вот устоял, тоже пришли на место. Другое место поменялись со скалы. Владимир забросил и... О! Ушел? Ну, слабо засекся, наверное. Но ничего, ничего. Мы... Басик есть. Вторая точечка. Ну, мы и на то, и, в принципе, пару минут задержали. Кстати, вот сейчас хочу показать, что я подразумеваю, когда высыхает вода. Здесь, видите, прямо сырое. Вот эти вот скалы. Вот я сейчас стою здесь, да? Сниз чуть-чуть. Ровно неделю вода, ровно неделю назад. Все даже мокрое. Вот это была рабочая точка, скалы. И здесь стоял бас. Приезжаешь, это вот когда начинают спускать воду. И все. Приезжаешь на свое место с надеждой, сейчас я там половлю баса. А там или его нет, или просто очень мало. Ну и вода такая чуть мутненькая. Да, на мелких озерах, к сожалению, вода спускается очень быстро. Таким образом. Вообще ничего не делал. Приманк упал на дне. Лежал. Ай, такой удар в руку. А я как раз потянулся за телефоном. И, судя по всему, опять хороший. Судя по всему, опять хороший. Да, хороший басик. Интересно очень. Я даже ничего не подыгрывал. То есть бросил на какую-то точку. Она... Да, хороший. Тоже зачетный. Второй зачетный басик. Так, надо его сейчас припарковать. Классно. Хороший размерчик. Так. 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 Далеко не делал. Ну да, прилично. Второй зачетный вот такой парень. Класс. Ну это вообще было. Я забросил сейчас, да? Сейчас забросил. Самое интересное. Забросил. Опа, удилище. Удилище держу. И как раз пишу смс. И такой в руках. Раз, удар, два. Вот так. И вот такой красавчик. Второй зачетный. Класс. Насторение прекрасное, как и погода. Ловим дальше. Это у нас только вторая точечка. Передвигаемся. Сейчас тоже, парни. Так, надо подойти к воде, чтобы не поскользнуться. Отпускай его. Вон, ребят, видите, что происходит? Такой мутный берег. Реально. Вот просто здесь очень большой темп воды. Я на днях встречал как раз человека. Здесь заезжал на дамбу. Он открывал, говорит, да, мы спустили. И водоем будет спущен больше, чем наполовину. Вот кустики. Я всегда останавливаюсь. Смотреть, какой естественный рельеф. Свежая грязь. Еще пока никто не ходил. Следы только собачек. Цапли. И больше никого. Пока все нормально. Басик ловится. Настроение хорошее. По одной палочке. Сегодня, соответственно, на легке. С одной техникой. Всегда приятно. Ну, вот сейчас чувствуется настоящая осень. Кипская. Особенно в горах. В городе так не почувствуешь. А здесь прямо все желтенькое. Такое. Травка тоже желтая. Это есть деревня. Деревья, которые прямо желтеют. Есть такой горный дикий клён. Тоже в горах. И очень, конечно, красиво. Конечно, каждая красота особенная. Ну, кипская мне очень нравится. Сочетание леса. Здесь вообще он зелёный. Там что-то желтеет. Что-то красненькое. Вот хожу по такому прибрежному лесочку. Ну, а там уже полноценный лес. Так, ну что, надо идти на точку. Ещё на третью. Ну, быстро. Потому что, на самом деле, ловим-то. Всё, приехали на три часика. Задача такая походить по этим точечкам. Чуть-чуть половить. А к вечеру уже там возле машины. Если попробуем. Если даст возможность, как всегда, на попер. Нет, продолжим на резинку ловить. Тоже хорошо. Фу, классное солнце. На новой точке я бросил далеко. Так. И вот я сейчас подтянул камушком. Ага, даже так сцепляет камушек. Хорошо, что у меня ещё полуогрузка. Только что была поклёвка. И почему-то без продолжений. Ну, сейчас проверим. Да, водичка здесь намного попрозрачнее, поприятнее, чем там у русла реки. Ну, вот я говорю, я попал сейчас на камни, вот эти, да, крупные. Только с камня у меня приманка упала, сразу была поклёвка. Ну, соответственно, вот возле камней или под стенкой стоит. Сейчас мы его тут и будем вычислять. Ну, я вот по дну практически как Техас. пробиваю эти камни. Ну, это он? Есть. Есть. О, да-да-да-да-да. Реально хороший. Сейчас, Владимир. Сейчас свечу выйдет. О, сдалека. Вот с той дистанции. Вот, я говорю, мы бросали. Владимир сейчас бросил. Скобу пришлось. Ну, да. После первой поклёвки потом догнал еще раз. Так, через меня не пошел. Тоже хорошая зачетная рыбка. Класс. Отлично. Так, ребята. О, басы вообще на загляденье. Все сегодня килограммовые. Третья, третья рыбка уже. Третья рыбка. Вот такая классная. Так. Да, тоже зачетный хороший бас. Так, ну, возьмите его, Владимир, покажите нам. Посмотрим, что нам за рыбка тут. У меня пока удилище заброшено. Я еще жду поклёвки. Вау! Класс! Класс, 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 класс. Смотри, как просек, конечно. Да, просекся капитально. Вот так. Каждая точка работает. Отлично. Я еще пока два заброса. Снимок сделаешь? Конечно, снимок и отпускаем. Так, только что вот протащил, была поклевка. Переместились. Там вот одного поймали. О, продолжает брать, продолжает. Ну, 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 ну. Ну, берешь ты или нет? Тащит и останавливается. Останавливается. Тащит. Вот это вот клюет. Он клюет еще, да. Бьет, бьет в руках. Не подсекая, просто хочу, чтобы... Ах, не, рано. Рано. Ну, поклевочка была. Неа. Он пошел, пошел. Не знаю, догонит или нет. Не знаю, может, скорее всего, небольшой. Но вроде бы сначала, как бы, уверенно. Удар, 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 удар. Потом отпустил. Я начал натягивать. Вроде бы, как ко мне пошел и... Ничего. Только собирались вот мы с точки уходить. И была поклевка. Сейчас попробую еще раз. Потому что мы вот уже, кстати, думали, что он на всех точках стоит. А нет. Две точки обошли уже. И вообще ни одной поклевки. Вот последнего хорошего поймали. Зачетного. Стояли вот на глубине. Сейчас вышли на меляки. Проверить меляки. Пока бросал, бросал, бросал. Ничего. И вот первая поклевочка. Сейчас постараюсь его выманить. Но не то, что неактивность. Бас активный. Активный однозначно. Но суть в том, что... Не везде он стоит. И не везде в количестве. Сейчас это последняя точка. Принимаем решение. Дальше не пойдем. А пойдем назад, где начинали. Хоть там и мутная вода. Но он явно стоит в речке. И будем там, скорее всего, до вечера. Ну, а сейчас бросил в то же место. Вроде бы попал. О, поклевка. Да-да-да, поклевочка. В том же месте. Сейчас постараюсь с ним. Или небольшой басик, скорее всего. Но сдалека. Вот, еще удар. Ну. Оп, еще удар. Ничего себе. Как он берет, берет, берет. Ну. И отпускает. Как он бьет. Ну. Ты будешь брать или нет? С ударчиками. Есть. Есть. Нормально, нормальный басик. Сдалека. О. Да, вот точечка. Я сразу, вот он вышел на свечу. И я, естественно, его запоминаю. И где он вышел. Хороший, нормальный басик. Все-таки вот со второго раза я его и доловил. Да, чуть меньше зачетного. Чуть меньше зачетного. Но, все равно, скажем, просто и банально, как всегда, приятно. Так, ты опять? Я опять. Говоришь. Ну, вот такой, небольшой. Чуть меньше зачетный. Прямо на месте его отпускаем. Ну, я его, да, вычислил, вычислил. Все-таки догонял он. Давай. Оу. Обрызгал. Как всегда, небольшой ревью такой, ребят. В итоге мы прошли до следующих моих точек проверить. Там вот у меня еще была одна поклевочка, одного взял. Вот как раз, возвращаясь о теме, которая сегодня тема моей рыбалки главная посвящена, это как раз спуск воды. И это, конечно, естественно, повлияло. Очень-очень повлияло, потому что те точки, где сто процентов стоял баз, было поглубже, была вода там прозрачней. На тех точках его или некоторые не оказалось совсем. Но, если так сейчас говорить, то практически с каждой точки была везде по рыбке по две. Ну, так, умеренно. То есть, не было как обычно, мы приходим, и там стоит целая стая базов. Конечно, по-другому. Не знаю, связано это со временем, хотя время уже вечереет. Он должен выходить. Короче, все поклевки, как-то резко все вырубилось. И поэтому я вижу, что играет бель, платвичка прыгает. Решили пойти назад в устье, несмотря на мутную воду, будем в устье. Потому что все уже заточено, с одной стороны, под попер. Вот, смотрите, как и милечки, да? Все тихо, спокойно, красиво. То есть, все заточено, в принципе, уже под поверхностной приманки. То есть, с одной стороны, можно брать уже и работать. Но, с другой стороны, перед тем, как начать, все-таки хочется еще полуогруженной резиной пройтись. Проверить эти точки. Вот, у нас еще... Сколько у нас? У нас еще час ловли. Вот, так что попробуем его максимально использовать. Начало было, конечно, фантастическое. Хороший начал. Сразу зачетные базы. Первый, второй, третий, четвертый. Потом вот такая у нас небольшая пауза. Так, да, здесь глина, конечно, кругом. Ладно, спустимся здесь. Проверим, что как. Бросил на грязь поклевочка, ребята. Есть! Есть! Причем, я его тащил-тащил. Здесь грязь. Значит, он все-таки зашел. Видите, все-таки мы ходили туда по точкам. Нормально, зачетный. По-моему, зачетный. Да, зачетный баз. Зачетный баз. Это ведь по сдержанию. По сдержанию? Так я по сдержанию. Я говорю, я проверил, как оно там на грязи. Так я вот бросил, говорю, здесь прямо все в грязи. А вон вдоль скалы я бросил. Ой! А, вот сюда вот? Да, да, вот прям бросил. Вот где он плескался. Вот где мы хотели начинать на попер ловить как раз. Видите, какая грязюка. Вода сошла. Со дна или... Со дна, со дна. Взял со дна. Хотя полуогруженной резиной, говорю, но взял со дна. Грязище, грязище, грязище. Самому бы не уйти. Вот так. То есть те точки, которые мы сейчас проходили, ничего. Вернулись в речечку. Хотя рельефа никакого здесь, ребята, нет. Одна грязь. Так, я его сейчас аккуратненько... Оп! Всё, ушёл. Так, ребят, короче, я не выдержу. И всё-таки смотрю, есть всплески атаки. И решили всё-таки мы с Владимиром поставить попер. Я без карабина. В последнее время, кстати, привык. Не знаю почему. Да, без карабина напрямую. Вот тоже привык. Сразу беру. Да, жалко, жалко. Жалко, жалко. Не, ну мне просто... На попер, мне кажется, что быстрее и как бы всё это будет дело. Раз-раз. На резину, тем более, мы уже хорошо половили. Поэтому, я думаю, на попер. Путь отлично. Так, его клинчиком. Раз. Так. Раз. Без карабина. Вот, чего делаете? И это обрезаем пока сейчас. Нет, вот эту вот забрать, полечить? Не знаю. Не посмотрим, если она ещё лечится, можно её снять. Не могу залечить. Давай я заберу. Да, на самом деле, пачек много чую. Ну, она, да, так порвалась. Так. Я её забираю, всё. Я привезу и привезу. Ну, в принципе, да, отрезину можно. Всё. Поппер готов. Давай, давай. Не выдержали, короче. Мы взяли с Владимиром поппер и начинаем. Так. Ну, двоих я не смогу снимать. Буду по очереди. Сначала свой поппер. Вот такой супердальний заброс. Ну, больно, что это всё красиво. Поэтому мы решили... Тем более, что он на резину... Здесь мель. На резину он брал явно, когда она дёргалась. Поэтому поппер, он её слышит и увидит. Зачем не запутался, ветки плохо хлюпает. Надо ещё понять, где он стоит, я думаю. Ну, мне кажется, что вот если и будет брать, нет, окажется. Что вот прямо на урезе рядом. Сейчас посмотрим. Оп. А, промазал. Небольшой был. Я же говорю, вот только кустам. А вот швоблер выпрыгнул. А, я такое не видел даже. Первый у меня промазал в кустиках. Конечно, кусты не очень удобны. Надо будет выбирать другое место. Ну, сейчас уже по классике. Вечерочек. Ну что, проверяем. Это заливчик. Так, я вот здесь. А вы вот прямо вот вдоль этого берега. Вот здесь. И вдвоём на парочку хлюпаем. Поехали. Хлюп. Хлюп. Опа. Вот здесь там у берега. Выскочил, как будто на килограмм. Я такой уже испугался. Ничего себе. Неожиданно просто. Это такой вот. Сегодня рекордный, кстати, басик. Первый незачётный. Так скажем. Так, в заливах. Но только вот те маленькие выходы. Попробую я вот сейчас вдоль бережочка по миленьку пройтись. Ещё попробую ближе к речке. В нём, конечно, там глухо было. Солнце, но. По идее он сейчас должен туда выходить. Опа. Есть. Небольшой. Самое главное, что атака такая... Атака как будто под килограмм. С плеском совсем, как положено. А это небольшие вот такие вот ребята. Ну, как я всегда скажу, мои любимые на поппер всегда приятно. Пошёл. Всё, ребят. Вот подошла наша рыбалочка к концу. Пытались мы поймать вечерний выход. Перестроились на поппер. И на поппер ничего такого солидного не вышло. Я поймал там штучек 3-4. Вот такие вы видели, там по 100 грамм. Ещё была атака. Мы прямо реально обкидали там речку. И меляки, и всё. Ничего. Есть определённые какие-то мысли. Хотя такая рыбалочка простая. Смысл, как я ещё раз уже повторил, был проверить места, где высохла вода. Но он реально отключился. Реально отключился. В нём были поклёвки. Было классно. О, сад. Кстати, сад, сад, сад. Смотрите. Яблочки. Яблочки. Это яблочки, да? Сейчас подойду ближе, покажу. Есенинский сад. Не буду рвать, потому что тут... А, это даже не яблоки. Это... Это у нас... Хурма. Точно. Я думаю, ё-моё. Смотрю, что-то слишком... Чересчур она такая... А это у нас хурма. Настоящая хурма. Я думаю, яблоки. Владимир. Хурма? Да, это хурма. Но она ещё, наверное, не созрела. Нет, смотрите. Прямо как помидор висит. Прямо красный-красный. Это, кажется, сад с хурмой. Но здесь хозяин я как-то был. Конечно, его сейчас нету. Такой выскочил один раз. Я помню, злой. Вот такая кирпская осень. А тут ещё слива, что ли? С хурмой. Нет, это хурма. А, это слива, да. Переплелась слива с хурмой. Дерево. Вот красотища. Красотища. Вот на таком поне. Красивом, ребят, с вами прощаюсь. Мы идём пить кофе. Переодеваемся. Немножко поболтаем и домой. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь на мой канал. Друзья, ставьте лайки. Всего вам хорошего. Берегите себя. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова